Всем добро, с вами Анатолия, и добро пожаловать в новое видео, и ещё некоторое время назад я бы даже и не подумала, что буду снимать подобного рода видео, потому что оно такое, а довольно для меня личное и довольно сложное в некотором отношении, поэтому давайте без долгих вступлений подписывайтесь на мой психологический инстаграм, и, конечно же, я вас всех очень сильно люблю, ну а мы начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok что могут называть меня абсолютно любым именем. Имя Виктория Победа. Да, оно по-своему прекрасно, и это имя дала мне моя мать, вне зависимости от того, что мой отец хотел называть меня как-то иначе. Но всё же, да, меня раньше называли Викой, и даже сейчас мне настолько неприятно, мне некомфортно, когда ко мне так обращаются, потому что этот самый человек, которого так звали, это моё прошлое. Это моё прошлое до того момента, когда у меня случилась диссоциация. Диссоциация — это так называемый раскол личности на фоне травмы. У меня долгое время было ПТСР, я об этом рассказывала, и ситуация внутри меня действительно была тяжёлой, и тогда я пыталась называться абсолютно любым другим именем. Я не хотела возвращаться к своему прошлому, и поэтому, когда я знакомилась с людьми, вне зависимости от того, какая это была ситуация, я представлялась Марисой. Мариса — это моя любимая героиня из мятежного духа, это тот самый человек, на которого мне так хотелось быть похожей. И я брала с неё пример, и поэтому не было ничем таким странным, что я стала называться этим именем. Я стала таким человеком, как она, потому что я хотела быть такой. Я одевалась, как она, я пыталась выглядеть, как она, я пыталась сделать такую же стрижку, но так как я жила в очень маленьком городе, и хорошего парикмахера найти там было довольно проблематично, то стрижку мне не всегда делали такую, какую я хотела. И я просто пыталась стать другим человеком, чтобы пережить то, что со мной происходило. Я стала далее уже одеваться во всё такое чёрное, я стала очень-очень-очень закрытой. И как раз-таки в тот момент мне стало неприятно, когда кто-либо обращается ко мне Вика. Я могу нормально принять, я могу нормально среагировать, если в какой-то официальной обстановке ко мне обращаются Виктория. Ладно, нормально. Я даже задумывалась о том, чтобы, в принципе, изменить своё имя в документах, стать полностью другим человеком. Особенно, когда моя жизнь действительно стала радикально меняться, потому что уже лет в 16 я полностью стала отвергать вот этот вот момент, чтобы меня назвали Вика. И по сей день мне неприятно, когда так ко мне обращаются. И вывод, собственно, вот какой. Это то, что это просто часть моей старой личности, которая мне никогда не нравилась. Это часть той личности, которую избивали дома, над которой издевались в школе, над которой смеялись, которую несколько раз хотели отчислить из школы за то, что она просто не такая. И в какой-то момент я действительно устала от той своей старой личности, от своей старой жизни, и поэтому я поняла, что единственный комфортный вариант моего имени, моего настоящего имени, для меня это Тори. Я стала везде заполнять своё вот это вот краткое имя Тори, я стала везде его использовать. Мои странички все названы именно этой вариацией имени. Я всем представляюсь именно так. Если человек у меня спрашивает, почему меня так зовут, я, собственно, говорю, что это просто сокращение от моего полного имени. Но я действительно рада, когда люди не пытаются докопаться до сути, почему меня так зовут. Когда люди не пытаются сказать, что «Ой, если ты Виктория, значит, я могу обращаться к тебе. Вика, нет, ты не можешь так ко мне обращаться, потому что это совершенно другой человек». Я не откликаюсь на это имя. Я перешла от того момента, когда я хотела полностью изменить своё имя. Я изменила лишь ту форму своего имени, которой я пользуюсь на постоянной основе. Я Тори. И другого варианта моего имени просто не существует. Потому что это тот самый человек, которому мне не хочется возвращаться. Вика – это тот самый человек, который остался в прошлое навсегда. И у меня нет ничего общего с теми людьми, которые хотят так ко мне обращаться, которые привыкли к тому, что меня так зовут, потому что меня так не зовут уже очень и очень много лет. Большинство людей в моём окружении сейчас, они прекрасно понимают, что ко мне не стоит обращаться иначе. Я представляю историю, значит, это то, как ко мне стоит обращаться. Когда я знакомлюсь с какими-то новыми людьми, и они, например, узнают, что меня зовут Виктория, потому что это, допустим, какая-то официальная ситуация, и потом появляется возможность обращаться как-то неофициально, то я сразу же исправляю человека касательно того, как стоит мне говорить. И что бы ни происходило, с кем бы я ни общалась, я всегда называюсь именно так. Так названы все мои социальные сети, так я пишу просто везде. И если бы я могла, я бы, возможно, даже, в принципе, не пользовалась своей полной формой имени, потому что... А зачем? Мне вполне комфортно, когда ко мне даже в официальной какой-то атмосфере, такой рабочей, деловой, обращаются тори. Это нормально. Тори с японского. Это птичка. Кто бы что ни говорил, это свободная птица. Я свободная птица. Свободная птица, которая летит к победе. Да, мне действительно довольно сложно это обсуждать, потому что, опять же, как я сказала в самом начале, то самое старое моё имя осталось там, где моё посттравматическое расстройство. Оно осталось именно там, где девочка очень сильно винила себя в том, чего она не совершала. где девочка была бесконечно одинокой, непринятой, непонятой никем, забытой родителями. Эта девочка осталась там с тем самым именем. А сейчас? Сейчас я выросла, и я стала совершенно другим человеком. Я проделала большую работу, чтобы стать той, кто я есть сейчас. Я проделала очень большую работу, чтобы начать краситься так, как мне нравится, и при этом не бояться осуждения, обсуждения. Я прошла долгий путь к тому, чтобы понять, как мне нравится одеваться, как мне, в принципе, нравится выглядеть. Очень долгий путь прошла к тому, чтобы понять, чем я хочу заниматься, кто я вообще есть, и то, что я сильная, уверенная, самодостаточная, и что я действительно добьюсь всего, чего я хочу. Эта девочка этого не могла. Эта девочка боялась и разговаривала сама с собой. Я больше не та девочка, несмотря на то, что я очень сильно её люблю, и я стараюсь о ней заботиться. Если вы сейчас не понимаете, о чём идёт речь, то речь идёт о том самом разговоре со своим ребёнком, с собой, когда ты был ребёнком. Это такая психологическая практика, когда вы просто представляете себя, когда вы маленький-маленький ребёнок, и пытаетесь понять, чего тогда не хватало этому ребёнку. И есть ли у вас это сейчас, к чему вам стоит стремиться. И всегда стоит заботиться о том самом ребёнке внутри себя, потому что именно из того самого ребёнка вырастает определённый взрослый. И либо вы будете бороться со своими внутренними страхами, со своей внутренней болью, с чем-то, что вы пережили ранее, либо вы так и останетесь, тем самым загнанным, обиженным ребёнком. И я действительно переросла вот то состояние, именно потому что я оставила в прошлом то имя, которое использовали те люди, которые причиняли мне боль. Того имени больше нет, и то и меня больше нет. И поэтому, если вдруг вы когда-то хотели изменить своё имя, изменить там вариацию какую-то своего имени, но вам говорят, что «Ой, да ничего не поменяется, если ты поменяешь имя». Поменяется очень многое. Поменяется ваше мировосприятие. Возможно, поменяетесь вы. Особенно, если вы выйдете из своего старого окружения, из тех людей, которые говорят вам, что ничего не поменяется. Потому что очень часто нам действительно нужно покинуть то место, где мы жили, которое ассоциируется у нас с огромным количеством боли, и оставить то самое имя, которое использовали люди, которые причиняли нам эту самую боль. Ну да, в какие-то моменты очень важно оставлять прошлое в прошлом. И не забывать, что мы живём в настоящем. И всё именно так, как мы можем решить сейчас, как мы можем сказать, что нам нравится сейчас. Если вы хотите, чтобы вас называли иначе, так и говорите людям. Не бойтесь, не бойтесь их исправлять, не бойтесь вносить какие-то свои правки и коррективы. Не бойтесь меняться. Меняться в лучшую сторону. И если вам что-то очень сильно нравится, попробуйте это. Это никогда не будет лишним. И в любом случае, это ваш опыт. А это видео — это мой опыт. И это часть моей жизни. И я действительно надеюсь на ваше понимание, потому что до сих пор попадаются некоторые такие люди, которые думают, что можно назвать меня абсолютно любым именем. Но это не так. Я быстрее отзовусь на имя Мариса, чем на свою старую вариацию краткого имени. Ну, а свои истории, конечно же, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно обо всём этом с вами поговорить, потому что тема действительно такая душетрепещущая, животрепещущая, душезадевающая. И да, я вас всех очень сильно люблю. Субтитры создавал DimaTorzok